всем привет меня зовут серафима и сегодня мы будем вязать вот такую повязку крючком она рельефная причем достаточно эластичная вот видите отлично растягивается подойдет на размер 56 58 и даже 59 вязать мы будем круговыми поворотными рядами поэтому сзади у нас будет вот такой небольшой шовчик но он очень аккуратный и практически его незаметно повязка это двусторонняя ее можно носить на любую сторону вот так можно носить вот тоже будет виден точно такой же шовчик можно носить и так можно вывернуть обратно носить и так и вот так это не имеет никакого значения как вам больше нравится так и носите вяжем узором похожим на резинку спицами конкретно эту повязку я вязала вот из такой пряжи а достаточно толстая 50 граммах 50 метров можно будет вязать либо крючком номер 5 либо 5 и 5 я беру достаточно свободно поэтому вязала на пятерочке вы можете подобрать свою плотность показывать я буду пример именно на этой повязке именно этой пряжи но вязать не обязательно из нее можно взять абсолютно любую пряжу абсолютно любого метража вот например я вязала вот эту повязку не из этой пряжи а из ализала на год-два сложения принцип вязание один и тот же единственное отличие это мы будем набирать разное количество воздушных петель и по разному нужно будет еще распределить вот середины на середину петли и на края а так в принципе как бы и разницы нет никакой теперь давайте померяем размеры этой повязки чтобы имели представление о моей плотности вязания и так вот эта верхняя повязка по ширине в спокойном состоянии составляет где-то 23 с половиной даже где-то 24 сантиметра а синяя примерно то же самое 23 с половиной 24 сантиметра то бишь получились повязки у меня на объем головы абсолютно одинаковы но набирала и петли по-разному и я их по-разному распределяла между правой левой стороной и серединкой в серой повязки у меня 47 воздушных петель и набирала а в голубой по-моему 63 петли из-за этого я по-другому распределяла петли вот от начала вязания на вот эту серединку перемычку и на вторую половину вот давайте покажу поближе вот от шва вот от шва и до этой части и вот от серединки и до следующей части что а то бишь мы наше вязание распределили на три части эта часть вторая часть они будут одинаково количество петель и серединка в этой повязке у меня по 20 петель на каждую из больших частей и 7 петель и на серединку вот как раз на 7 петель на серединку а в этой повязке у меня всего 63 петли и получилось где-то 25 25 на боковушке и оставшиеся петли на серединку а чтобы вам понять какое количество петель нужно набрать самый простой эффективный способ это набирать воздушную цепочку прикладывать ее к себе голове с небольшой натяжкой тогда вы уж наверняка точно узнаете какое количество петель вам нужно что касается расхода пряжи то вот на эту синюю у меня ушло примерно очень больше половины мотка лизала на голд а на серую приблизительно один моток вот этой вот пряжи ну что ж начинаем вязать вот эту серую повязку начинаем мы вязание как обычно с набора цепочки воздушных петель но не обычным способом нам нужен эластичный набор потому что при стандартном когда вы просто набираем цепочку воздушных петель и она получится не эластичное не растягивается а нам нужно чтобы наборный к растягивался вот он у нас будет выглядеть вот так а начинаем так как обычно на указательный палец кладем рабочую нить и делаем первую петлю и и не затягиваем оставляем свободные и вяжем еще одну воздушную петлю теперь в первую воздушную петлю вот за левую вот эту вот ее часть туда просовываем крючок и вяжем туда обычный столбик без накида дальше повторяем опять в предыдущую петлю вот вот за эту часть вот вот за эту туда просовываем крючок и вяжем туда обычный столбик без накида и так делаем в каждой следующей петли вот в эту часть цепляем вяжем туда столбик без накида следующий тоже самое и так продолжаем вязать пока мы не наберем нужное нам количество воздушных петель у меня это 47 у вас может быть какое-то другое количество которое вы посчитали исходя из своей окружности головы вот так вот вяжем 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 и получаем вот такую воздушную цепочку она очень эластичная как раз то что нам нужно для повязки чтобы она растягивалась и возвращалась в свое первоначальное состояние и так набираем таким эластичным способом нужное нам количество воздушных петель вот я уже практически набрала свои 47 петель и получила вот такую длинную цепочку вот она так отлично пружинит как раз то что нам нужно теперь эту цепочку он нам нужно замкнуть в круг только аккуратно смотрите чтобы она не перекрутилась и чтобы тогда не перекрутилась и за ним он соединяем начало и конец наши различные воздушные цепочки а чтобы соединить в круг вот в самую первую петлю которую мы делали посвободнее туда вяжем соединительный столбик и теперь вот за этот хвостик можем потянуть и затянуть эту первую петлю потуже вот получаем такое кольцо замкнутый круг теперь чтобы перейти на вязание следующего ряда нам нужно набрать две воздушные петли подъема дальше мы все наши петли будем вязать за заднюю полупетлю вот смотрите вот наши косички так называемые которые мы видим сверху вот допустим одна из них они состоят из двух частей это передняя полупетля или передняя стенка это задняя полупетля или задняя стенка так вот все 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 наши петли мы вяжем за заднюю полупетлю вот за эту сейчас мы будем вязать полустолбики с накидом за заднюю полупетлю вот это делается следующим образом делаем накид за заднюю полупетлю протягиваем и протягиваем через все петли на крючке я вижу 20 полустолбиков с накидом у вас может быть другое количество если вы вяжете не из такой толстой нити такое небольшое замечание когда мы считаем петли от начала то вот самые вот этот две петли воздушных для подъема мы не включаем расчеты начинаем с первых столбиков раз два три 4 петли я провязала вяжу еще 16 вяжущих 16 полустолбиков с накидом пока в первом ряду вам покажу все петли как я вижу чтобы вам было нагляднее все петли как я уже сказала вяжем за заднюю полупетлю не под началом я в своей повязке вяжу 20 полустолбиков с накидом вот я их довязала вот получается вот эта часть вот я вам покажу сейчас на готовой повязке вот мы связали вот отсюда вот от нашего шва и вот мы вот так вот вязали и довязали вот до этой узкой части которую мы сейчас мы будем как раз вязать у меня там 7 петель и эти 7 петель мы вяжем соединительными столбиками за заднюю полупетлю вяжем их так просовываем крючок за заднюю полупетлю нашей косички вытягиваем нить получаем петлю и эту петлю протягиваем через петлю на крючке и так повторяем 7 раз 2 3 4 5 6 и 7 вот средняя часть мы провязали оставшуюся часть 20 петель мы вяжем точно так же как 1 20 мы вяжем полустолбиками с накидами за заднюю полупетлю все точно так же вяжем и должно получиться именно 20 петель тогда это будет означать что мы правильно все рассчитали и и нигде никаких петель не потеряли вот я уже потихоньку подхожу к концу первого ряда и заодно в нем я подсчитываю вписалась ли я в 20 петель не допустил ли где-нибудь ошибку нет как раз вот я подхожу к концу и вот вижу двадцатую петлю все у меня как раз получилось четко в 20 петель с одной стороны 20 петель с другой стороны теперь нам нужно соединить этот ряд чтобы перейти на следующий классический вариант это когда мы делаем соединительный столбик вот верхнюю из двух петель воздушных подъема но при таком варианте вот этим 2 воздушные петли подъема они очень заметны поэтому мы так делать не будем мы будем вязать соединительный столбик вот пропустим вот эти две воздушные петли подъема пропустим, пропустим еще первый полустолбик и будем вязать наш соединительный столбик вот в эту петлю, то бишь как бы немножко внахлёст. И вот этот вот нахлёст он позволит спрятать эти две воздушные петли подъема в вязании и они не будут так бросаться в глаза. Шов конечно будет немножко заметен, но на мой взгляд он будет немножко лучше. И дальше мы будем вязать в первую петлю и сужение или смещение не произойдет. Итак, опять две воздушные петли, теперь поворачиваем вязание в обратную сторону, потому что мы вяжем поворотными рядами и опять вяжем за заднюю полупетлю, начиная вот прямо с первой, полустолбики с накидом. Вяжем их тоже 20 штук. Это я вяжу 20, если вы вязали, допустим, там 25 либо какое-то другое количество в первом ряду, именно такое количество вы вяжете полустолбиков с накидом. Я вяжу 20. Вот я уже довязываю свои 20 петель, вот довязала, теперь вязание выглядит вот так. И смотрите, наш этот столбик как раз находится над столбиком последним предыдущего ряда. Это значит, что у нас никакого смещения не произошло и мы все сделали правильно. Теперь здесь мы вяжем 7 соединительных столбиков тоже за заднюю полупетлю. Это 1, 2, 3, 4, 5, шестой, седьмой и восьмой. Наверное, я переборщила с восьмым столбиком, мы же вяжем 7. Точно даже 7. Да, 1 лишний. Я связала, быстренько исправляю свою ошибочку, 7. Все, все верно, 7 соединительных столбиков. И дальше мы продолжаем вязать полустолбики с накидом. Их тоже должно быть 20. У меня 20, у вас может быть нужное вам количество. Тоже вяжем за заднюю стенку. Вот я уже довязываю этот ряд. И у меня как раз вышло 20 полустолбиков с накидом. Значит, все верно. Теперь нам опять нужно соединить этот ряд и перейти на следующий. Вот соединяем. Вот нам нужно после вот этого первого столбика соединить вот это петли подъема. Пропускаем их. Первая петля пропускаем и вот в этот вот сюда мы вяжем соединительный столбик. И получаем вот такое соединение. Вот так оно смотрится. Вот так он смотрит с обратной стороны. Вот смотрите, теперь мы сравним наше вот это вязание с уже готовой повязкой, чтобы было понятно, где и что мы вяжем. Вот наша повязка уже эластичная получается, очень хорошо растягивается. Вот смотрите, вот эти наши первые 20 петель это вот эта вот часть. Серединка 7 петель это вот эта вот часть. И оставшие 20 петель это вот эта вот часть. И абсолютно все ряды мы вяжем точно по такому же принципу. Провязали 20 полустолбиков с накидом, 7 соединительных и опять 20 полустолбиков с накидом. 2 воздушные петли подъема. Поворачиваем опять в вязание и делаем все то же самое на ту ширину, которая вам нужна. Здесь у меня, по-моему, 8 или 9 рядов. Вы можете примерять на себя и решать, сделать вам уже или шире. Я вам покажу еще один ряд, чтобы вы запомнили, как его вязать. И дальше вы все повторяете точно так же. Все ряды вяжутся абсолютно одинаково. Вот у меня уже здесь две петли подъема сделано. Вот две петли подъема я сделала и дальше опять две петли подъема и даже я успела связать один полустолбик. Значит мне еще осталось связать 19 полустолбиков. От начала 20. Вяжу эти полустолбики за заднюю полупетлю и вот обратите внимание, что мы вяжем вот наша задняя полупетля. Не эта часть, это у нас боковая часть, а вот мы смотрим сверху на вязание и вот когда мы смотрим на вязание сверху, вот задняя полупетля является именно вот эта. И вот именно за этой полупетли мы вяжем наши полустолбики с накидом. Вот провязала я 20 полустолбиков с накидом и теперь 7 соединительных столбиков тоже за заднюю полупетлю. Вот тоже не за эту часть вяжем, можем здесь немножко попутать петли, а смотрим сверху на вязание и вот задняя полупетля именно вот эта. Вот 7 столбиков мы провязали соединительных и теперь будем дальше продолжать вязать опять полустолбики с накидом. Вот так теперь наша перемычка смотрится и дальше опять же за заднюю полупетлю вяжем 20 полустолбиков с накидом. Вот я как раз довязываю до конца ряда. Вот опять же сейчас покажу вот это наша задняя полупетля. Не вот за эту часть мы вяжем, потому что можно попутаться, а поворачиваем вязание вертикально и смотрим вот наша петля. И вот как раз туда и вяжем. Это 20 у меня столбик и теперь делаем соединение. Пропускаем две воздушные петли подъема, пропускаем первый столбик и за первый столбик вот в эту вот петлю вяжем соединительный столбик. Соединяем вязание. Вот получаем. Дальше точно по такому же принципу. Две воздушные петли подъема поворачиваем все в обратную сторону. Вот две воздушные петли подъема. Поворачиваем вязание в обратную сторону и продолжаем по такому же принципу вязать дальше. Вот я связала 8 или 9 рядов, точно не вспомню, по-моему 8. И довязываю последний ряд до конца. И здесь точно по такому же принципу я вяжу соединительный столбик, вытягиваю нить, затягиваю ее, немножко поправляю, чтобы аккуратнее смотрелось. И наша повязка готова. Вот так смотрится шов, вполне себе аккуратно. Вот эту вот ниточку, что осталось, мы просто потом маскируем стандартно, либо крючком, либо иголкой. И вот так смотрится наша повязка. Все, она готова. Мы молодцы. Связали повязку. Либо такую, либо такую. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк этому видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новинки. И до новых встреч в новых видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова